Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Тимпоя. И сегодня благороданный обзор сигарет от дяди Вани. Мы сегодня обозреваем два винта на сравненном. Русский и ленгерский. Сначала покажем вам русский Винсен. Это Винсен Синий. Все его знаете, видите? На автофокусе видно. Отлично. Видите, фильтр обычный, но он такой, не очень упробен, но он такой себе. Оранжевый фильтр, написано Винсен, птичка. Вот, набивка, ну тут бессмысленно. Видите, если ее согнут, она, короче, завяжется в узел. Ну, вы знаете, как все российские сигареты. Про табак. Давайте попробуем купить одно кольцо перфорации. Вот, видите, написано Винсен. Видно четко? Сигарета видна? Угу. Ну все, начинаем курить. Закуриваем. Русский, блин. Ветерок дует. У нас тут погода прекрасная. Кутера ездят, мешают, правда. Так что, закурим? Угу. Делаем тяги все. Первую тягу. Тоже вторая. Ну что, пока чувствуем такой, как химический соус, слегка кисло-гольковатый. Затях на рецепторы. Не затях. Слизистую раздражает чуть-чуть, а всем практически не раздражает. Но это пока. Смотрите, что будет дальше. Смотрим, как он горит. Вот, всем известно. Обычно синий Винсен славился тем, что он быстро сгорал, как фитиль. Все называют народе Винсен в телем. Но вот здесь вот, он изменился, как сказать. Сигареты эти были куплены, пачка за 100 рублей в Европе. Там акция была. А так вообще сигарет 53 рубля стоит. Я сразу скажу, что таких денег не стоит. Даже 110 не стоит. Но пачка у меня досталась. Короче, пачки у меня нет. Мне дали чисто сигарет несколько на обзор. Ну вот. Я покурил, свои впечатления с вами поделюсь. Естественно, расскажу как-то. Сигарет тянется неплохо. Вот, крепости особо никакой нету. Табачный вкус я тоже не чувствую. Тут, естественно, соус. Ну, что вы хотели? Химия. И вместо табака заложена какая-то солома. Ну, что с пола подняли, естественно, то и завернули сигарету. Как спорщи все российские сигареты. Естественно, забыл сказать, выпускает компания GTI. Ну, Петро. Там, естественно, ну, вы знаете, да? Там Петербург. Вот. Что хочу сказать. Сигареты пока не вызывают никаких неприятных ощущений. Единственное, при больших двойных затяжках немножко пощипывает носу чуть-чуть. Вот. Ну, что хочу сказать. Это самое. Такие сигареты я бы не курил бы на постоянку, потому что я все-таки приверженец нормального табака. Здесь все-таки химия. Вот. Ну, вот сейчас курим сигарету, да? Как будем делать? Мы докурим до конца или мы будем две сравнивать? Докурим до конца. Докурим эту сигарету до конца и потом сравним со второй сигаретой. Вторая сигарета у нас будет венгерская. Сразу вам скажу, проспорили, но лучше не спойлерить. Я сразу вам сказал, так что я вас не обманываю. Вы все-таки наши зрители. Ну, вот. Мы зрители. Что хочу сказать. Под конец сигареты, когда сигареты заканчиваются, вроде как все ровно проходит. Голову не бьет. Мягко. Вроде как. Это плюс. Но. Ну, вот минус цена. То, что они химические и то, что, блядь, блин. Короче, ну, это синевинство. Ну, понятно. Ничего нечем прихвастнуть, потому что сигареты такие себе. Ну, посредственно. Естественно. Вот. Время проходит. Сигареты мы эту сейчас докурим. В середине сигареты начинается легкое пощипывание во рту. В ртовой полосе их чуть-чуть. Вот, конечно, ничего. Но заранее скажу, что когда докуриваешь сигареты до конца, через несколько минут начинается ощущение, как бы сушит горло. Это тоже минус. Так что, ну, сигареты эти посредственные на троечку. Если сигареты, вот если вы привыкли к химическим сигаретам, то есть сигареты дешевле и получше. Ну, в плане химия такая, более качественная. Вот здесь на поводу табака тут говорить нефть, потому что они не табачки есть. Ну, посмотрим, что. Табак они сюда не кладут. Тут просто отбросы производства, какие-то опилки, ну, всякого этого фигня. Ну, Дейл, а мне сигареты курить. Я сейчас закурю. Извиняюсь. Надо сплевывать мокрот. Вот. Вот сигарету. Тут смысла рассказывать ничего нет. Тут две тяжкие только делают. Сделать здесь постоянные тяги. Мы в лесу не муцарим, сразу сборим. Мы бочки потом пообираем. Мы не хотим мусрать природу. Теперь у нас будет обзор второй сигареты сравнения. Это венгерский Винстон. Обратите внимание, вот, синяя надпись Винстон. Кольцо перфорации, серая птичка. Фильтр более упругий, более качественный. Это что лучше. Он всякие химические вещества смола задерживает. Табак, заметьте, не сыпется. Хоть сигарета смялась. А вот и синяя Винстона российского высыпалась. Стоимость пачки я точно не знаю. Мне привозил друг. Вот. Это самое. Но я не помню. Вот. Но помню только, что они дороже нашего. Это точно. Вот. И то, что наверняка здесь, как вам сказать. Я с этим сигаретами знакомился курил. Я сейчас вам вкратце расскажу. Ну, вот, видите. Птичка Винстон. Еще раз покажу, как выглядит сигарета. Набивку, ну, я думаю, бессмысленная. Потому что, ну, даже в европейских сигаретах набивочка вялая. Вот. Винстон. Винстон не самая лучшая марка. Вот. Прихвастать могут только Винстон немецкий в своей круглой среде. И Винстон американцы. Ну, немецкий я, по-моему, давно курил. Американский я не пробовал. Но куда-нибудь обязательно попробую. И запишу для вас, конечно же, обзор. Знаешь, что. Начинаем закуливать. Ну, вот. Вот. Сигарета подкурилась. Без проблем. Пепел белый. Ну, я не знаю, как еще сказать. Но некоторые люди говорят, что качественные сигареты, если пепел белый. Там много хлора в табаке содержится. Ну, ладно. Это хорошо. Ну, я не знаю, как это на самом деле. Но врать не буду. Просто вот нормальный, вроде как, пепел. Ровно горит. Ровно горит. Чуток бестровато. Видите, как оно горит? Чуток. Видите? Вот. Чуть-чуть. Дымок бестровато, а сигарета леет равномерно. Ну, вот. По вкусу, значит. По запаху. Человек, который предоставил мне сигареты, он курил их со мной. Запах, ну, ему даже запах, когда еще я дал сигареты попробовать. Вот. Ему понравился запах пряности. Такой приятный. Ну, я почувствовал нотки чисто. Вот на мой субъективный вкус. Это American Blend. То есть, если вы курите, окружающим будет, ну, не так неприятно, кто не курит и так далее. Я ему дал попробовать, ему тоже они понравились. Ну, вот. Что скажу я? Немножко вяжет химия, чуть-чуть по горлу чувствуется. Ну, эти сигареты, вот здесь бестровато, конечно, горят. По поводу вкуса. Курить, думаю, можно. Если есть что-то такое с табачным, чуть-чуть совсем есть. То есть, на химии соусы. Ну, соус качественный, такой привкус, как кто вот курил, пробовал, точнее парить вейп, вот так, знаете, с печенькой. Только здесь печенька не химическая, а вот они сделали более такой, ну, эти вот, именно, больше, ну, как объяснить вам. Ну, короче, само вот тесто, с которым печенька сделана, вот эта вот, крупа вот эта вот, из нее вот примерно вот это чувствуется, чуть-чуть. Сигареты, ну, неплохие, ароматные. Ну, вот, на седнем месте непонятно, когда зажмешь кольцо перфорации, зажмешь, начнет фигачить химия в нос, но мы зажмем кольцо перфорации, здесь попробуем. Дам сигарет оператору. Сразу ранее говорю, он курил, ему они понравились. Более-мее. Как оператор, балдеж? Нормальные сигаретки, да? Ну, вот. Так, пробуем. Вот. Ну, что могу сказать? Наконец, сигарета дает какими-то пряными нотками. Мне кажется, что это Американ Бэд, хоть и немножко захимичный, ну, как, захимичный, конечно же, но таким я приятным, только не сильно. Вот. Не скажу, что это очень хорошая сигарета, она лучше нашего Винстера. Опять же, курить их можно, и их курить вообще не противно. Вообще. Вот, если пачку с ним виски скуришь, вот, будет, ну, такое неприятное вязкое ощущение во рту. Вот, сюда-то. Неприятно. Сколько не скурил. Здесь же оно есть, но меньше. Сигарета мягко проходит. Немножечко обжигает, пока есть, чуть-чуть. Скажу, вот здесь химия, но они сбалансированно ее сделали, так что вот, там больше чуть-чуть есть, вот, ну, сигареты курить можно, они нормальные. Запах, да, пряный такой, приятный, знаете, вот, нота такого, как, какого-то печенья такого, знаете, вот именно, как, ну, как, типа, ребята вот такого плана, или какой-нибудь, там, крекеры, вот такие, сладенькие чуть-чуть. Подвести итог могу, могу сказать, что сигареты нормальные, кому-то на послятку зайдут. Но я ничего не кури на послятке, каждый раз кури разнообразие. Но вот, думаю, пачку этих сигарет я бы ради интереса взял бы. Поеду в Венгер, обязательно возьму. Ну вот, мы с вами прощаемся, ставьте лайки, подписывайтесь. Не забывайте, вы были на канале Тимповер. Вот, мы будем дальше для вас снимать обзоры, музыкальные видео, интересные видео про путешествия, ну, и так далее. Вот, в общем, интересные будем даже исторические видео снимать, там, на природе, ну, и проще, проще. Ну, ладно, давайте, пока. С вами я прощаюсь, с вами был дядя Ваня, и, конечно же, мой оператор. Вот, подписывайтесь на канал Тимповер. Всем пока.